Давай, Джордж! Давай, Джордж! Здесь не кричат гол, а радуются так называемой защитной попытке. В регби главное донести мяч до намеченной линии и не кинуть, а именно положить на поле или заземлить. Этому способствует его особая форма. Мяч для регби имеет вот такую необычную продолговатую форму, но получилась она совершенно случайная. Изначально мячи были из ткани, быстро рвались. Тогда попробовали сделать из кожи, он получился вот таким, и в ходе игры поняли, что он максимально удобен. Снежное поле в поселке Назарьево принимает снежное регби. Четыре детские команды из Одинцовского округа и Подмосковья сражаются за кубок «Медвежьей лапы». Он проводится во второй раз, но многие участники – новички. Артем в этом спорте меньше года, но мечта появилась давно. Увидел я первый раз в 10 лет. Смотрел на матч этого первого видео на канале. Там мне вот это все понравилось, и я начал заниматься. Он занимается в селе Шарапово. Детская команда «Аркуда Китс» образовалась там совсем недавно. Но ребята усиленно тренируются и уже показывают неплохие результаты. Тренировка проходит у нас сначала ОФП, как бы подготавливаем ребят к выносливости, закаливаем характер. И, соответственно, на игры собираем по максимуму, что у меня от нас приехало 11 человек, а всего у нас ходит 19. Более опытные спортсмены тоже сразятся в дружеском матче. А пока они наблюдают за ребятами, дают нужные рекомендации. Не зря говорят, что регби – это игра джентльменов. В этой игре главное сохранять, как сказать, уважение к сопернику, несмотря на дух соперничества. Но главное – это уважение ко всем участникам.